За время своего существования человечество накопило огромное количество тайн и загадок, которые на первый взгляд кажутся нам абсолютно неразрешимыми. Пришло время пролить свет на белые пятна в нашей истории, что бы это ни было. Судьба древнего артефакта или закулисная борьба за власть? Тайна загадочного убийства или холодный расчет сильных мира сего? Ничто не останется нераскрытым, ведь после любого преступления остаются улики. В нашем случае это улика из прошлого. Июнь 2022 года. На вооружение ВСУ поступают американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Спустя полгода их число на Украине оценивают в пределах нескольких десятков. Однако шума вокруг них столько, словно американцы раздали каждому украинскому солдату по персональной реактивной системе. Впрочем, удивляться тут нечему. Началось это еще с Байрактаров. Да, шутили, что есть свидетели Байрактаров, потому что любовь к этим турецким беспилотникам была похожа на некое религиозное чувство. То же самое произошло и с «Хаймарсами». Вот это чудо-оружие, оно обязательно изменит ход всей войны. Что это за оружие, которому украинская сторона буквально поклоняется? И такое ли оно точно, как о нем говорят? В 2001 году США вторглись в Афганистан. Тогда на их пути оказалась неформальная столица местных наркоторговцев – город Марджа. Опасности он не представлял. Однако американская разведка донесла, что в одном из домов скрываются боевики «Талибана». И в ночь с 12 на 13 февраля США нанесли по городу ракетный удар новейшим высокоточным оружием. Результат – 12 погибших мирных жителей, и ни один боевик при этом не пострадал. Командование коалиции тут же отказалось от использования комплекса до выяснения причин фатальной ошибки. Таков был провальный дебют РСЗО «Хаймарс». Так почему же эта система снова пользуется репутацией высокоточного оружия? Давайте попробуем во всем этом разобраться. В ночь на 29 июля 2022 года очередной скандальный инцидент с применением «Хаймарс». Ракеты американской реактивной системы залпового огня уничтожили барак Волновахской исправительной колонии номер 120 в Еленовке, на территории Донецкой Народной Республики. В разрушенном взрывом здании содержались боевики полка «Азов». Неонацисты ждали следствия по делу о военных преступлениях. Но зачем ВСУ пошли на такую явную провокацию? Или «Хаймарс» не такой уж и точный и промахнулся? Чем семейство российских РСЗО не похоже на «Хаймарс» и в чем превосходит его? И можно ли считать «Хаймарс» реактивной системой залпового огня в принципе? Смотрите новое расследование программы «Улика из прошлого». Ошибка или цель? Зачем ВСУ ударили по своим военно-пленным? Нужно было убрать людей, которые могут говорить лишнее. Как реактивная система залпового огня изменили тактику и стратегию ведения боя? И зачем американцам «Хаймарс»? Это руль некого инструмента терроризирования. Орган Сталина. Как «Катюша» сломала хребет немецкой армии? И что показал наш эксперимент с имитацией ударов из «Хаймарс» и «Катюши»? А также, в чем суть реактивных систем залпового огня? Почему нарезной ствол отбросил американцев на 50 лет назад? И как сегодня борются с «Хаймарс»? Изучив место трагедии, российская сторона пришла к однозначному выводу. Разрушить единственный барак, не задев рядом стоящее здание, могли только из «Хаймарс» – американской реактивной системы залпового огня, которая только что поступила на вооружение украинской армии. Характер поражения крыши говорит о том, что это был обстрел из-за РСЗО «Хаймарс». При их использовании, как правило, задействованы американские специалисты, которые связаны с системой GPS, и которые вводят координаты, как непосредственно в пусковую установку, в каждую ракету, и непосредственно определяют эти координаты с помощью системы GPS. Однако ведущие телеканалы США и Европы, как по команде, стали в унисон говорить, что удар по Еленовке якобы нанесли сами россияне. Причем все обвинения нашей страны базируются на заявлениях Американского института изучения войны, созданного в 2007 году в Вашингтоне прямо под крылом у Пентагона. И во всей этой истории, особенно связанной с обстрелом Еленовки, с гибелью людей, там есть главный рычаг, который формально остается в стороне, но на самом деле он самый главный. Это вот эта конструкция, которая называется ESW, вот эта вот американская контора. Институт изучения войны работает под руководством двух историков. Это супружеская чета Кимберли и Фредерик Каган. Правда, журналисты еще 20 лет назад выяснили, что директор Кимберли Каган – невестка небезызвестной Виктории Нуланд. Та по-прежнему трудится в госдепе, но никакого кумовства нет. Гранты от правительства институту достаются, конечно, в честной борьбе. Да и не оставлять же организацию с бюджетом в миллионы долларов без присмотра. В последние годы эксперты института сосредоточили внимание на России. Ежедневная колонка новостей на сайте организации предсказуемо даже не скрывает проукраинских симпатий родни Нуланд. Зато эксперты института настолько профессиональны, что по размытым фотографиям из космоса определяют причину и виновников взрыва в Еленовке. И даже говорят, откуда конкретно россияне ударили по Еленовке. Другие псевдоаналитики, изучив те же спутниковые снимки, приходят к выводу, что взрыв был изнутри барака. Их дополнительные аргументы неотразимы. Ведь только у россиян был доступ к помещениям колонии. Ни один профессиональный человек, ни один профессиональный эксперт не может сделать никакие выводы по репортажным фотографиям. Для того, чтобы сделать выводы, кто стрелял, откуда стрелял, чем стрелял, нужно приехать на место, нужно сделать исследование, включая вообще химическое. Министерство обороны пригласило всех интересующихся темы экспертов и представителей Красного Креста на место взрыва. Но тем оказалось достаточно фотографий из космоса. Представители ООН и Красного Креста ведут себя достаточно странно. Поэтому что они делают? Они просто туда не едут. Выдвигают какие-то требования, распространяют ложную информацию, что их не приглашают и не пускают. Их зовут. Более того, российская сторона постоянно их туда зовет. Но они не приезжают. Смотрите далее. Кто стоит за русофобской кампанией? Был ли удар по колонии из Хаймар случайностью? Или украинцы намеренно убили своих? А наш уникальный эксперимент ответит на вопрос, почему система Хаймарс никакая не РСЗО? Все эти разрушения якобы результат детонации взрывного устройства внутри барака. Такую версию событий в Еленовке первыми предложили украинские журналисты. И она почему-то стала основной в европейских СМИ. Хотя как раз это предположение очень легко проверить. Нам, чтобы установить истину, потребуется два одинаковых ящика и немного маломощной взрывчатки. И вот в ящик номер один мы заложили пиротехнический заряд. Сейчас мы имитируем внутренний взрыв бараки. Готовность полная. Три, два, один. Мы видим, что взрывная волна разнесла ящик в клочья, разбросав его вокруг эпицентра взрыва. А теперь взорвем такой же ящик, но уже пиротехника будет взрываться снаружи. Этот опыт имитирует прилет ракеты или снаряда со стороны. Посмотрим на результат. Обратите внимание, что последствия внешнего взрыва заметно разнятся с предыдущим опытом. В этом опыте крышку ящика просто пробило, в то время как в первом случае ее вынесло взрывом. Если крыша разлетелась, соответственно, в разные стороны, значит, взрыв был изнутри. Крышу отбросило, и она вылетела и легла рядом со зданием. А если непосредственно поражение ракетой, то, конечно, соответственно, взрыв происходит, пробивается крышей, и взрыв происходит внизу, рушатся стены, и крыша тоже рушится вниз. Она практически не вылетит в таком виде, как при внутреннем взрыве. А теперь сравним результаты с фотографиями из Еленовки. Как видно, крыша упала внутрь, а стены остались на месте. Это значит, что удар по зданию наносили снаружи. В Европе специалистов по взрывам достаточно. И там тоже отлично знают. Удар по Еленовке – дело рук ВСУ. Но почему же тогда они заранее не подготовили более убедительную версию, с помощью которой могли бы переложить ответственность на Россию? Обвинение в подрыве изнутри так легко опровергается, что явно придумано в спешке. Но куда торопились? И в кого же все-таки целились те хаймарсы? Украинцы промазали? Или ошиблись в выборе цели? Или все же намеренно пошли на провокацию и убили 50 своих боевиков? Когда эти системы только поставили на Украину, их популярность вознеслась до небес. Даже среди далекой от армии публики стало модным знать, какие ракеты хаймарс использует, быстро ли покидает позицию для стрельбы. Наперебой обсуждали даже технические характеристики системы. Обсуждение подогревало особенность Хаймарс. Американская система выпускает всего до 6 реактивных зарядов за один залп. Это непростительно мало для реактивных систем залпового огня. Достаточно сравнить с советской разработкой ГРА. Она выпускает по противнику до 40 ракет одним залпом. Вот кадры ее работы. Триста! Тридцать! Три! Три! А так работа ГРАДА выглядит ночью. Сорокоствольная установка. Дальность стрельбы около 21 километра. 20 секунд и 40 ракет находятся уже на голове у противника. А это работа другой советской реактивной системы залпового огня, известной многим под названием «Ураган». РСЗО «Ураган» активно применялось в афганской войне, вынуждая душманов сто раз подумать перед очередным обстрелом штаба советских войск. В мою бытность, в общем-то говоря, пришлось еще две батареи отправить для поддержки боевых действий. В Кандагар, 70-я отдельная мотострелковая бригада. Вот. И в Кабул непосредственно. В Кабул штаб армии практически постоянно обстреливался душманами. После первого же применения «Урагана» все обстрелы прекратились. Неудивительно, что многие армии мира стояли в очередь за этим оружием. И «Град», и «Ураган», благодаря вот такой эффективности большой, они, в общем-то, нашими вооруженцами продавались во многие страны. Вот. И применялись, конечно, там, в самых различных военных конфликтах. Сравните сами. Площадь поражения одного залпа из «Града» составляет 145 тысяч квадратных метров. Это 20 футбольных полей. Площадь поражения «Урагана» уже 426 тысяч квадратных метров. Это 60 футбольных полей. А площадь поражения «Смерча» — 672 тысячи квадратных метров. Это почти 100 футбольных полей. Для сравнения, залпы с «Хаймарс» покрывает в 10 раз меньше, чем «Смерч», принятый на вооружение в 1989 году. Реактивная артиллерия берет свое начало еще с времен Великой Отечественной войны на примере «Катюша», которые оказались весьма эффективным оружием на полях сражений Второй мировой войны. Перед нами его продолжение развития реактивной системы залпового огня «Смерч-12-зарядная», которая снаряжается двумя ракетами, двумя реактивными снарядами. Залп производится за 38 секунд. Дальность стрельбы порядка 70-120 километров. У тех, кто видел, как российский РСЗО накрывает огромную территорию сплошным огненным вихрем, только улыбку вызвала бы еще одна версия в попыхах, сочиненная в европейских информационных агентствах. Якобы по Еленовке ударили российский РСЗО. Неискушенные европейские зрители, никогда даже по телевидению не видевшие, как работает наша реактивная артиллерия, и в такую версию готовы поверить. Чтобы показать наглядно, почему российские ракеты не могли ударить по Еленовке, мы отправимся на полигон и изучим последствия выстрелов. Из 152-миллиметровой советской гаубицы МСТА-Б и РСЗО СМЕРЧ. Гаубица в нашем эксперименте аналог Хаймерс, и это не случайно. Нам важен принцип, по которому работает американская реактивная система залпового огня. А она действует примерно так же, как старая ствольная артиллерия. И позже мы в этом еще убедимся. Итак, посмотрим на примере РСЗО СМЕРЧ, как работает в реальном бою реактивная система залпового огня. Его заряжание, в отличие от ствольной артиллерии, производится с помощью транспортно-заряжающей машины. Вообще, реактивная система залпового огня весьма сложная. В ее комплект входит несколько машин, в том числе транспортно-заряжающая машина, машина для топопривязки к местности, а также другое специальное оборудование. Мы видим, что обстрел из реактивной артиллерии накрывает большую площадь. В его задачи входит не точность попадания одного снаряда, а возможность накрыть одномоментно как можно большую площадь. Практически весь залп боевой машины уходит с интервалом полсекунды выстрел. И они уходят за 8 секунд. Большая плотность огня получается. Это вот основные преимущества по сравнению со ствольной артиллерией. Какая-то точечная цель здесь, в общем-то, маловероятна. Ты бьешь на определенной площади, допустим, рота противника расположилась, вот ее накрывают огнем. Это значит только то, что попасть в барак, не задев окружающие здания, из российских РСЗО, предназначенных для работы по площадям, просто невозможно. Оружие очень мощное. Одна машина может решать задачу, скажем так, артистского полка по удару. Почему западные страны вместе с США почти 50 лет игнорировали успехи советской реактивной артиллерии? Как объяснить их упорное желание развивать старую ствольную? Наш специальный эксперимент. Удар из Хаймарс по бараку в Еленовке. Это следствие ошибки, случайность или же артиллерия ВСУ целилась в тот самый барак намеренно? И может ли Хаймарс считаться полноценным РСЗО? Самым важным элементом в артиллерии много веков было само орудие. Пушкам или гаубицам модернизировали ствол, улучшали дальнобойность, добавляли прочность металлу. А снаряды сегодня чаще всего простой кусок металла, набитый в лучшем случае взрывчаткой. А вот РСЗО произвели революцию в военном деле. Впервые снаряд стал важнее стреляющего устройства. Ракета сложнее и умнее пусковой установки. Важнейшую роль здесь в первую очередь играют сами ракеты, в которые вводится та информация о цели, куда эта ракета должна лететь и наводиться с помощью системы GPS. Хотя машина тоже играет определенную роль, потому что через нее осуществляется ввод этих координат в ракеты для Хаймарса. Но, скажем, это второстепенный элемент. В первую очередь важную роль играет сама ракета. Хотя ракеты так поумнели не сразу. Их точность до появления спутниковой навигации оставляла желать лучшего. И до создания реактивных систем залпового огня о ракетах, как об оружии, никто всерьез не думал. Но создатели первой РСЗО предложили изящное решение вопроса попадания в цель. Не надо целиться. Надо бить по площадям. Так появилась боевая машина «13», более известная всему миру под именем «Катюша». Первое боевое крещение «Катюши» состоялось 14 июля 1941 года. Батарея установок под командованием капитана Флёрова нанесла удар по скоплению вражеских войск на станции «Орша». Все, кто находился на наблюдательном пункте, были потрясены картиной происходящего и силой залпа. Из-за звука, издаваемого оперением ракет, солдаты нацистской Германии назвали установку БМ-13 органом Сталина. «Катюша» показала ряд преимуществ. Давайте назовем основные. Простота конструкции и использования, мобильность установки, но главное – значительный разрушительный эффект. «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». Это архивные съемки одного из самых мощных артобстрелов за всю историю войн. 80 минут «Катюши» утюжат нацистов и их союзников под Сталинградом. И вот этот ужас тысячами снарядов обрушился. И, конечно, вот это зрелище страшное, которое сам по себе завораживает со стороны свистморей, оно и по факту нанесения ударов, и чисто психологически размазывало противника. Сами ракеты были разработаны раньше. Они назывались РС-82 и РС-132, что означает реактивный снаряд 82-го и 132-го калибра. Крепились под крыльями самолетов и выпускались по противнику с воздуха. РС-82 впервые применили в ходе конфликта на Халхенголе в 1939 году. Первая в истории авиации группа советских истребителей-ракетоносцев в составе 5 и 16 одновременным залпом сбила два японских истребителя. А в ходе Советско-финской войны 1939-1940 годов шесть бомбардировщиков СБ, оснащенных пусковыми установками для ракеты РС-132, атаковали уже наземные цели. И на дальность 3000 метров где-то боковое отклонение было где-то порядка 50 метров, а по дальности где-то порядка 200 метров или 250. То есть это было достаточно большие отклонения. Но сделать что-то более точное не смогли. И все это дело вот подошло в таком виде к началу Великой Отечественной войны. Единственное, чего не хватало, установки, которая могла бы запускать эти ракеты в больших количествах и делать это одновременно. Что у «Катюши» было? Восемь направляющих. И на каждой направляющей подвешивались по два снаряда. То есть 16 снарядов. 7-10 секунд, и все снаряды находятся в воздухе. Вот большая плотность огня, ну и естественно, те потери, которые немцы несли вот в течение практически всей войны именно от «Катюши». С принятием на вооружение «Катюши» связан курьезный случай. В Москве проводили показ боевой техники, на который прибыл маршал Тимошенко. Там он обратил внимание на зачехленную и стоящую в стороне ото всех установку. Вот а это что такое? Да вот, товарищ маршал, ну-ка расчехлить и показать. И когда показали, ну, опыт маршала и, в общем, его представление о будущей войне, то, что, значит, это как раз то, что нужно было для поражения больших масс пехоты и так далее. После этих вот, значит, занятий или этого показа техники, Тимошенко немедленно доложил об этом Сталину. И тут же было принято решение вот за неделю до начала войны о срочном развертывании боевых машин. Так «Катюша» с первых дней войны стала ее участницей, а затем послужила базой для создания всего семейства советских и российских реактивных систем залпового огня. А вот американцы и европейцы упорно продолжали развивать ствольную артиллерию. Даже после колоссального успеха «Катюши» на фронтах Второй мировой войны. Похоже, в Штатах генералы не очень-то ухватили суть. Зачем в СССР создавали РСЗО? Американцы отказались от реактивных систем залпового огня, которые бьют по площадям. То есть вот у нас большое количество систем различных, как малой дальности, хотя малое – это условное понятие, потому что ураган – там дальность где-то от 25 километров, так и большой дальности, а это где-то, может быть, за сотню километров. Спохватились американцы только когда увидели, как грады под управлением бойцов Египта разносят оборону Израиля в ходе войны судного дня. Оценили перспективы нового вида вооружений и бросились подгонять своих инженеров, чтобы те скорее разработали хоть какие-то РСЗО. Так появилась предшественница Хаймарс – установка МЛРС М270. А в СССР тем временем уже вовсю работали над модернизированной версией ГРАБа – РСЗО «Ураган». В частности, уже создание системы «Ураган» натолкуло их на мысль, что, в общем-то говоря, они что-то потеряли. В общем, солдаты шутили так – после применения «Урагана» только оружие собираем, и все. Вот такая эффективность была. Но для создания американской реактивной системы «Хаймарс» за основу взяли совсем другой принцип. Эта система, наоборот, стреляет максимально кучно. Вопреки основным принципам работы РСЗО. Точечные удары? Зачем вам тогда залп? И это то, что выдаст с головой работу американской реактивной системы в Еленовке. Первый прототип «Хаймарса» – МЛРС М270 – появился на вооружении американской армии только в 1983 году. Несмотря на использование крылатых ракет, он все равно развивал принципы старой ствольной артиллерии. Причина тому – гусеничная база, которую использовали для установки пусковой системы. Преимущество реактивной системы залпового огня заключается прежде всего в маневренности по сравнению с ствольной артиллерией, которая в основном, будем говорить так, находится на месте основном. И передвинуться куда-то ей, в общем-то, тяжело. А реактивная система залпового огня на колесах быстро залп сделала и ушла. Таким образом, американцы отказались сразу от двух главных принципов реактивной артиллерии – большей площади поражения и мобильности установки. Правда, вскоре «Хаймарс» все-таки пересадили на колесную базу. Но, тем не менее, упор по-прежнему делался на точность попадания, как это было в случае использования артиллерии с нарезными стволами. В середине 2000-х годов американцы перешли с неуправляемых снарядов неуправляемые ракеты с головками самонаведения. Однако их использование привело к тому, что каждый выстрел из «Хаймарса» стал стоить неприлично дорого. Из-за этого данные ракеты до сих пор производят в ограниченном количестве. Это, в общем, дорогое удовольствие, по сути дела. И уже сейчас ВСУ, формирование киевского режима, уже стреляет, говорят, с снарядами 20-го года производства. То есть в какой-то степени постушаются запасы Пентагона. В результате сегодня «Хаймарс» используют как оружие террора для точных ударов по инфраструктуре, а вовсе не по войскам противника. Могут где-то как-то, если какой-то объект есть, как сейчас в Донецке они бьют из «Хаймарса» по тому же самому жизнеобеспечению, ГСМ или там трансформатор и прочее, они, ну, большее, что могут позволить, это выпустить шесть «Хаймарсов». Обычно стреляют, учитывая дорогостоящая штука вообще-то. Эта особенность «Хаймарса» ставит под сомнение само его название – РСЗО. Многие эксперты уверяют, что американская система вовсе не реактивная залповая. Что это за залп такой? Всего шесть ракет. И что им можно накрыть? По каким площадям? Вернемся на полигон. Теперь мы выстрелим из 152-миллиметровой Мстабе. В войсках ее еще называют снайперской гаубицей. Она послужит нам аналогом «Хаймарс». Устройство этой гаубицы представляет собой классическую схему. Состоит из ствола, как, в общем-то, и все привычные нам артиллерийские системы ствол. Казенная часть, двухколесное шасси, две станины. Ну и, конечно же, бронированный щиток. Это орудие может вести огонь как по настильной, так и по навесной траектории. Но и основное ее назначение, конечно же, это использование в качестве гаубицы для стрельбы по навесной траектории. Три, два, один. Итак, мы видим, что снаряды из гаубицы прилетают довольно точно в одно и то же место, взрываясь один за другим, как было и в Еленовке. Почти все ракеты угодили в одно и то же место. Таков принцип работы старой ствольной артиллерии. У нее только два параметра, которые стрелок может поменять. Сила выстрела и угол наклона ствола. Меняешь угол ствола, подбираешь подходящую мощность выстрела. Готовьсь, цельсь, пли. Получается, что Хаймарс никакая не РСЗО вовсе, а замена точной гаубицы. Просто чуть мобильней. Как мы уже выяснили, Хаймарс известен тем, что кладет умные снаряды точно в цель. В игольное ушко, конечно, не попадает, но в машину вполне. Точность поражения до трех метров. Но откуда такая точность у реактивной артиллерии? Секрет Хаймарса кроется далеко в космосе. А именно, в работе американской космической разведки. У США сегодня больше всего спутников на орбите. 2804 космических аппарата. Это больше половины от их общего числа на орбите Земли. И, естественно, далеко не все из них носят мирный характер. Известно, что Хаймарс работает благодаря геоданам, которые поступают к оператору РСЗО от космической разведки. В свою очередь, космическая разведка работает благодаря спутникам. Но это система GPS обеспечивает такую точность. Это не система, не ракеты, а именно сама система американская. GPS есть двух вариантов. Есть гражданский, которым мы все пользуемся в машинах, а есть военный. Вот чисто военный GPS, он, конечно, точнее, чем обычный гражданский. Это говорит о том, что удар по Еленовке не мог быть случайным. Нельзя случайно ввести не те координаты, которые по случайному стечению обстоятельств совпали с координатами барака. Мало того, ВСУ не могли не знать, кто содержится в этом здании. Был у них и мотив для устранения азовцев. Нужно было убрать людей, которые могут говорить лишнее. Там все очень просто. Там были ребята из этого Азова и прочих мест, которые, естественно, знают несколько другую информацию, чем те, кто сидит просто в окопах. Самое интересное, что координаты барака в Еленовке, необходимые для наведения ракетного удара из Хаймарс, ВСУ тоже знали на 100%. Когда происходила сдача в плен в Мариуполе, одним из условий украинской стороны было нахождение военнопленных именно в этом месте. Зачем? Вот теперь, мне кажется, становится очевидно. То есть есть точные координаты места, где находятся военнопленные. Можно по этому месту выстрелить. Свежие примеры использования американской системы указывают на то, что Хаймарс поставляется на Украину специально для прицельных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Сейчас самую главную роль, которую они играют, это роль некого инструмента терроризирования. Точность выстрелов этого оружия позволяет попасть в какую-то конкретную точку, особенно если местная агентура ее подсвечивает тем или иным способом. Есть случаи именно такого точечного террористического использования Хаймарсов. Но у российской армии найдется, чем ответить американской системе и чем защитить мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Наши новейшие РСЗО по всем параметрам превосходят хваленые Хаймарсы. Например, Торнадо-С. Это модернизированная версия Смерча. Или Торнадо-Г на основе Града. Тоже умеют бить точно и точечно. И тоже могут наводиться на цель через спутники. Мы создали у себя систему Торнадо-С. Она имеет дальность 120 километров и тоже каждая ракета может наводиться по ГЛОНАССу. С индивидуальной системой наведения за счет этого обеспечивается достаточно высокая точность поражения и эффективность. Сейчас уже мы переходим к массовому выпуску этих систем. Точность ракет с таким наведением практически хирургическая. До сантиметров. Но эту систему недаром назвали Торнадо. В случае необходимости она может устроить тотальный огненный шторм на огромной территории площадью в 100 футбольных полей. И по дальности наши новые РСЗО значительно превосходят аналогичные системы противника. А войска ПВО вот уже полгода внимательно наблюдают за вражеской РСЗО. И учатся противостоять ему на передовой. Система радиоэлектронной борьбы блокирует работу разведывательных беспилотников и спутников, собирающих данные для РСЗО. Для таких целей у российской армии есть комплекс СИЛОК-01. Оперативно-тактический комплекс Палантин или перспективная станция радиоподавления Поле-21. Последняя способна создать купол, непроницаемый для радиоэлектронных средств противника. Что касательно средств ТРЕП, они, конечно, применяются, но у нас есть системы и другие, в том числе лазерное оружие. Тот же комплекс Пересвет, который позволяет тоже работать. Но, как говорится, есть элемент неразрушения. Таким образом, в отличие от американцев, у России на вооружении есть как высокоточные реактивные системы, так и те, что способны одним залпом накрыть огнем несколько гектаров. Есть средства радиоэлектронной борьбы и своя космическая разведка. Всякий раз, когда появляется вундерваффе у киевского режима, они, как Гитлер, радиился на атомную бомбу до конца своего земного существования, так они сначала проставляли противотанковый Джавелин, против него наши нашли способ, ну, танкисты, как уходить от опасности, это уничтожение танков. Затем у них вот другое появлялось, теперь они, у них хаймерс, ну, химера, скажем по-русски химера, да? Ну, вот научились уничтожать и химеру. Что случилось в Еленовке, секретом было недолго. Азовцы стали давать показания. И кто-то в ВСО очень испугался, что российские исследователи узнают подробности преступных приказов, которые привели к военным преступлениям. Да и показать бойцам на передовой, что и в плену их достанут, чтобы не сдавались так охотно, тоже не помешало бы. Но западным экспертам не привыкать скрывать очевидные версии под ворохом невероятных выдумок. Та же невестка Нуланд Кимберли Каган и ее институт изучения войны даже получили сомнительное прозвище Вормангерс – поджигатели войны. Заслужить такую кличку за позицию по Ираку в США в 2007 году – это покруче, чем получить выговор за жестокость в гестапо. Теперь же институт ежедневно публикует новости из зоны проведения СВО. И авторы даже не пытаются прикинуться объективными исследователями и скрыть свою русофобию. Эти вот так называемые организации на сегодняшний день, они играют главную роль. Это та самая система манипуляции информации, которая очень важна. И когда это будет сделана ссылка, как в данном случае с обстрелом вот этой Еленовки, сделана ссылка на что? На вот эту вот организацию, да, которой владеет мадам Коган, то все, Запад воспринимает это однозначно совершенно. Вы, наверное, уже обратили внимание, что на Украине утихли победные реляции в честь Хаймарс. Эффект неожиданности ушел, да и наши бойцы на передовой научились противостоять ударам. Никакой вундерваффе не помогло нацистам 80 лет назад, не поможет и сегодня их преемникам. С вами была программа «Улика из прошлого». Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok